Мастер по прическам Мастер, привет! Очень рада видеть тебя у нас. И для начала, наверное, расскажи, с какой просьбой, точнее, какую прическу хотели сделать чаще всего девушки в 2016 году? Ну, это, наверное, кудри. Это самая популярная прическа всех времен и народов. Единственное, меняется форма, текстура, но распущенные завитые волосы, они актуальны всегда. То есть это самая востребованная прическа 2016 года как у невест, так и у простых девочек, которые собираются на какие-то мероприятия. Вот ты сказала, что они бывают разные. Так какие все-таки были актуальны в 2016? Сейчас, конечно, очень востребованы голливудские локоны, их называют. Это локоны, закрученные от лица, очень мягкие, воздушные и объемные. Главное, чтобы еще была текстура. То есть букли такие кукольные, они уже уходят на второй план, конечно, и уже не так пользуются спросом у девочек. Ты имеешь в виду букли на бабушкину плойку, да? Ну да, 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 да. Когда еще крутили там на пенку, когда они такие прям намертво штук. Может быть я ошибаюсь, но насколько я помню, также были в моде так называемые калифорнийские локоны или серф-локоны. Да, это локоны подружки-серфера, когда выглядели они так, как будто девушка вышла из моря, волосы слегка подсушены солнцем и такие вот легкие развивающиеся. В этом году также были популярные локоны этого вида, но они, конечно, больше закручивались для каких-то таких более... Простых, ты имеешь в виду, да? Да, таких не серьезных мероприятий, не на свадьбу, может, на день рождения, девичник или еще что-то. Они закручиваются в основном с помощью солевого спрея, который позволяет именно сделать такую текстуру, как раз как от морской воды. Вот, и там нет четкого завитка, такие они легкие, воздушные, просто немножко растрепанные волосы, конечно, а более старшему поколению они, кажется, такие не очень ухоженные и они не понимают этот прическ. Ну и идут, наверное, они больше молодежи. Конечно, конечно, да, это девчонки такие, которые у них более легкий стиль в одежде и к локону больше подходят. Вот важно действительно не только использовать модные какие-то тенденции, но смотреть, насколько они идут конкретно тебе. И хочется узнать также, как можно было собирать, подбирать кудри в этом году. Ну, опять же, три самые основные прически собранные. Это низкий пучок, средний, высокий. Так же, как они были всегда, только, опять же, они собираются не из таких фундаментальных кудри, а из легких локонов. Что облегчает, в принципе, внешний вид прически. А, собственно, особо тоже ничего не поменялось. Ежегодно красавицы следят, конечно, за модными тенденциями, пытаются их активно использовать. И часто какие-то из тенденций переходят в новый год, в новый сезон, какие-то, безусловно, остаются. Вот что с 2017 годом? Какая ситуация? Ну, давайте начнем с 2016-го. Такие главные тренды этого года в прическах – это, конечно, луковка, как ее называют. Это когда часть волос собрана сверху, остальные все распущены, и не все эту прическу понимают. Эта прическа собирается как на прямых волосах, так и на закрученных. Ну, я думаю, в 2017 оно уже не пойдет. Как-то уже бум прошел. Также очень популярны были прически в стиле аниме. Это хвостики, это какие-то шишечки. Но тоже, мне кажется, это все останется здесь. Ну, и опять же повторюсь, что актуальны это локоны. И именно такие повседневные, повседневный стиль – это, конечно, прям легкие воздушные локоны от лица. Они, вот укладки такие, они будут актуальны всегда. Еще их называют локоны Виктория Сикрет. Как девочки ходят по подиуму, да, ангелы Виктория Сикрет с такими легкими развивающими волосами. Вот эти укладки, они на все времена, мне кажется. Уже классика. Да, уже классика. Что касается 2017 года, то мы можем проследить эти тенденции по показам весна-лето 2017. Допустим, у Диора на его показе как раз отражены тенденции 2017 года. Это гладкие, блестящие, красивые волосы, зачесанные назад, либо на прямой пробор. Вот в 2017 году эта прическа, мне кажется, станет прям бумом. Потому что это и красиво, и лаконично, и здоровые, красивые волосы, они всегда актуальны. Также локоны немножко меняют свой внешний вид. Сейчас в 2017 году больше популярностью будет пользоваться мелкий бес. Когда завиток, он именно от корня, и это такая прическа озорная, легкая, воздушная. Да, да, да. То есть их можно руками, без разницы, в какую сторону укладывать. Какая-то, но очень свободная, можно и так сказать. И удобная. Да, и удобная. И что касается классики, набирает обороты по популярности голливудская волна. То есть опять она прям занимает лидирующие позиции тоже, как и в показах мировых каких-то дизайнеров, так и просто среди обычных девушек. А вот интересно также про текстуру, да, волос ты говорила, что где-то используют солевые спреи, и понятно, что создается эффект такой морской воды в волосах, очень приятный, красивый. А вот что-то подобное будет в 2017 году? Может быть это гель, да, вот ты говоришь про заглаженные прически? Да, да, про гладкие прически. Также используют различные спреи, средства, чтобы сделать эффект мокрых волос. Но я не знаю, как он у нас приживется, потому что это больше, конечно, все-таки для показов. Потому что для нас это эффект, ну, можно даже немножко... Мокрой головы. Да, да, да. А может быть и грязь. Да, да, может быть и грязь, поэтому мне кажется, это прям очень смелые модницы. Откутю. Да, смогут себе это позволить. Сейчас в различных брендах именно по стайлингу очень активно развиваются направления вот различных, создания различных текстур. То есть это спреи, муссы, крема какие-то, эмульсии. То есть развиваются вместе с модой на прически. Одно время были очень популярны косички, плетения различные. Интернет пестрил этими прическами. Это действительно очень удобно. Красиво, элегантно. Может быть, конечно, это не всем идет, но тем не менее очень многие девушки носили такие прически. Я смотрю, вот как мне показалось, что как-то сходит уже этот тренд. Да, вот именно такие выверенные, идеальные косы, они постепенно уходят. Потому что их плетут сейчас в основном девочкам маленьким. А что касается кос, то остаются они все равно. Это какие-то мелкие элементы, что-то такое вот пушистое, либо такое текстурное, растрепанное, какая-то косичка. Либо это как элемент пущенный жгутик, либо косичка, там через прическу, чтобы просто сделать какой-то акцент. И все. А так прям именно фундаментальных таких кос, идеальных там с лентами, с бусами, тоже, конечно, ушло. К тебе очень часто девушки обращаются с просьбой не только сделать прическу, но и я знаю, что ты советуешь им, какой лучше приобрести технику, да, для того, чтобы создавать локоны, например, красивые, ну, может быть, какие-то другие укладки. А вот сегодня в интернете можно увидеть много различных таких приспособлений. И стоят они денег, понятно, девушки приобретают, и, может быть, они у них потом лежат ненужные и невостребованные. Вот что бы ты посоветовала, что действительно можно приобрести, а что лучше не стоит? Ну, я думаю, за последний год очень большим спросом пользовалась плойка, которая, плойка-машинка, которая сама крутит волосы, там, засасывается в сам инструмент прядь и, соответственно, она потом накручивается. Минусы этого инструмента в том, что если волосы очень густые и плотные, да, то прядь должна быть тоньше. Нельзя никакие средства наносить долг, кроме термозащиты, потому что может прилипнуть к нагревающему элементу. Либо если вы вдруг возьмете прядь более плотную, то она может также застрять, и можно потом очень сложно это все оттуда извлекать. Поэтому, если вы начинаете только, вот решили вы попробовать крутить волосы, то, конечно, вам удобнее будет взять обычную плойку и желательно без зажима. Просто они называются либо конусные, где просто вы наматываете на нагревающий элемент волосы и все. То есть ничего, никаких лишних движений делать не нужно. Эти плойки, они и кудри хорошие делают на волосы, волосы хорошо держат, локоны, и очень удобны в использовании. То есть начните, потом, если захочется вам разнообразие, можете еще там докупать что-то. Ну и, конечно же, все инструменты должны быть профессиональные. Тогда инструмент прослужит вам долго, и ваши волосы будут... Целые, на месте. То есть интересно, что ты сейчас рассказала, я даже не задумывалась о том, что подобные плойки могут даже опасно быть. Ну да, на самом деле, при неумелом использовании. Давай сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор о прическах с Катериной Сногустенко. Катя, мы только что поговорили про технику для волос. Давай, наверное, поговорим про средства. Что бы ты советовала девушкам, каким волосам какие лучше подойдут, ну и так далее? Ну, обязательно, конечно, перед работой с любой плойкой нужна термозащита. Это обязательно. Если вы хотите, чтобы ваши волосы оставались здоровыми и красивыми, обязательно нужно использовать защитные средства. И еще хотелось сказать, что любые средства для волос, которые не смываются, они также обладают термозащитными свойствами. То есть, если это какие-то эмульсии, которые наносятся на влажные волосы, крема, то тогда вы уже перед непосредственно накруткой уже ничего не наносите, потому что вы можете переутяжелить волосы, и, соответственно, ваша укладка продержится меньше. Что касается лаков, если вы, опять же, только начинаете, лучше использовать лаки сухие, которые легко вычесываются с волос и которые сложно переборщить. Обязательно все лаки наносятся на волосы на расстоянии 20-30 см, чтобы у вас там... Кусочков вот этих, да, не было? Да, не было. И что касается тонких волос, я уже говорила про солевой спрей, он действительно хорошо уплотняет волосы, можно использовать до накрутки, и, опять же, локоны продержатся лучше. Еще, естественно, очень популярна пудра для волос, для объема, которая наносится на прикорневую зону, потом сбивается ручками волосы, и у вас такой легкий подвижный объем, который вы можете в течение дня обновлять. Можно встряхнуть, да, волосы? Да, встряхнул, да, и все у тебя, все живо, красиво. Единственное, нужно аккуратненько, чтобы не пересыпать, потом придется голову мыть, если вдруг... Будет эффект обратный уже. Ну да, то есть очень плотно там все возле корней будет. Я хочу воспользоваться случаем, спросить у профессионалов сейчас. Я, например, пользуюсь плойкой гофре и использую защитное средство, но тем не менее, когда я зажимаю волосы, они начинают иногда дымиться. Вот я слышала, что этот вопрос вообще часто задают специалистам. Это вредно, это страшно, это нормально. Вот смотрите, это не дым. Вот если не пахнет горелым, значит, это не дым, это пар. На самом деле, вот мы вышли на улицу просто, и на улице есть влажность в воздухе, и эта влага, она впитывается в волосы. Поэтому перед тем, как использовать плойки, конечно же, волосы должны быть идеально сухие, и, опять же, чтобы ваша укладка продержалась дольше. Но если вы накручиваете, и у вас небольшое испарение, то ничего страшного, если вы нанесли термозащиту. Но, конечно же, после нанесения термозащиты нужно волосы прочесать, чтобы максимальное количество ее вышло из волос. Испарилось из волос. Да. Наверное, перейдем, вот мы поговорили о профессиональном уходе, о профессиональных средствах, а сейчас хочется поговорить про, так сказать, подручные средства. Вот когда тебе нужно срочно собраться, а под рукой нет этих материалов. Что делать? Что бы ты посоветовала? Может быть, давай такой, знаешь, короткий лайфхак для девочек с тонкими волосами, с толстыми волосами. Как их уложить? Какую прическу лучше максимально быстро собрать и так далее? Что касается, наверное, длинных волос, часто девочки не знают, что с ними сделать. Одна из самых актуальных причесок на все времена, это, конечно же, хвост. И что касается девушек с длинным волосом, как у тебя, то это прям отличный вариант. Единственное, чтобы эта прическа смотрелась более нарядно, можно основание резинки, точнее основание хвоста, где резинка обмотать прядкой, как, собственно, у тебя тоже обмотанная, сразу очень стильная и элегантная прическа получается, которая можно и как и в дневном образе использовать, хоть на красную дорожку. Что касается девушек со средней длиной, вы можете разделить хвост, провернуть его наверх, можете оставить так, он будет тоже очень красиво смотреться, либо почесать кончики, еще подвернуть под колодни видимками, у вас такая будет красивая и элегантная бобетта. То есть, на самом деле, видео этих уроков можно найти в интернете и достаточно просто и легко. Также многие используют, я даже не знаю, как правильно назвать, вот как раз для бобетты, такие специальные губки, я их называю, да, они похожи на губки. Это действительно удобно, потому что они фиксируют волосы, создают дополнительный объем, и многие спрашивают, вот как правильно использовать. Кто-то накручивает волосы, кто-то вокруг, да, обкручивает. Ну, на самом деле, конечно, это приспособление, оно облегчает работу, особенно когда у вас тонкий, длинный волос, да, и вы можете достаточно большой объем сделать. Но многие девушки, они прям так анатомически точно повторяют этот бублик, что прям можно прям диаметры проследить. На самом деле, сразу видно, что у вас под волосами что-то есть. Как можно это скрыть? Вы хвост немножко подчесываете, сбрызгиваете лаком, и сверху вычесываете начес, чтобы его не было видно, и оборачиваете вокруг этого валика, и краешки подкалываете шпильками, невидимками, и кончик прячете тоже под сам этот валик. Тогда у вас шишка выглядит естественно, как будто бы у вас волосы до пояса, вы собрали красивую бабету и пошли покорять мужские сердца. Поэтому лучше добавить немножко текстуры, чтобы было более естественно. Я думаю, стоит перейти, собственно, к созданию новогоднего образа. Какую бы прическу ты посоветовала сделать красавицам в эту новогоднюю ночь? Ну, конечно же, красивую. Потому что у нас год петуха, петух любит все яркое такое, блестящее, поэтому прическа тоже должна быть эффектной. Ну, не забывайте, что еще она должна быть удобная, потому что вам всю ночь с ней веселиться. Конечно, лучше волосы собрать. То есть, чтобы легко собрать, нужно их перед этим накрутить. И дальше вы можете элементарно подкрутить волосы, собрать хвост, этот хвост подчесать и обмотать либо вокруг основания хвоста, либо также надеете валик и обмотать вокруг валика. И за счет вот этой созданной текстуры локонов у вас прическа будет очень эффектная, воздушная, красивая, праздничная. И не нужно ходить даже в салон. А если красавицы захотят оставить все-таки распущенные локоны, их, наверное, лучше подколоть? Я бы рекомендовала собрать их на одну сторону с таким глубоким запахом. Открыть шею с одной стороны, и можно надеть какую-нибудь длинную красивую сережку из золота, допустим, потому что говорят, что этот год нужно либо в красном, либо в золотом встречать, чтобы петух был благосклонен весь год следующий. Мне кажется, что у всех Новый год – это такое бурное празднование, и хорошо, если людям удастся хорошо повеселиться. И на утро хочется пойти куда-то, опять же, собраться, но я так понимаю, что многие в таком состоянии, когда не хочется много времени проводить перед зеркалом, хочется встать, встряхнуть волосы, красиво выглядеть и пойти куда-то быстро при этом. А вот что бы ты посоветовала в такой ситуации, например, какую прическу подсобрать? На самом деле, если использовать правильные средства и правильные инструменты, укладка держится не один день. То есть на следующий день – это уже совершенно другая укладка, это более текстурные локоны, более такие легкие, и смотрятся они не менее эффектно. Но если, опять же, вы хотите собранную прическу, вы можете собрать все эти волосы наверх, так же хвост, и так же этот хвост почесать и сделать себе очень красивый высокий пучок, так же с валиком. В общем, вариантов огромное множество. Я думаю, не стоит бояться экспериментировать. Обязательно. Главное – все пробовать. Да. Я забыла задать тебе, мне кажется, интересующий многих девушек вопрос. Каким должен быть базовый набор косметики ухода для волос? Чтобы ваша прическа носилась максимально долго и даже не один день, то это термозащита обязательно, это лак, можно сразу брать сильной фиксацией. Для тонких волос, конечно же, уплотняющие какие-то средства, допустим, солевой спрей. Также я бы еще рекомендовала пудру для прикорневого объема, которая также продлит стойкость прически. Кать, спасибо тебе огромное. К сожалению, нам пора заканчивать. И напоследок я хочу попросить тебя поздравить жителей, жительниц Владивостока и Приморского края с Новым годом. Дорогие телезрители, хочу поздравить вас с наступающим 2017 годом и пожелать исполнения самых сокровенных ваших желаний. А девушкам хочу пожелать улыбок, красоты и эффектных причесок. Кать, спасибо тебе большое. Спасибо за добрые слова и за нужные советы, такие нужные действительно, потому что мы часто задаемся такими вопросами. Благодаря таким профессионалам, как ты, наша жизнь становится заметно легче. Удачи тебе и развития в 2017 году. Спасибо, что пришла к нам. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин